Здравствуйте, друзья! Вы на канале Садовая Терапия. И с вами я, Ирина. Сегодня я хочу рассказать вам об английской розе Spirit of Freedom. Это роза Дэвида Остина со старинной формой цветка, как и у большинства роз Остина, с красивым и крупным, и густо набитым и махровым цветком. Очень красивого моего любимого нежно-розово-сиреневого оттенка. Очень устойчивая роза. Зимостойкость у нее хорошая. И роза высокая, особенно в наших южных краях. Летом 2019 года я купила два саженца этой розы, питомники Рус Роза. Как вы видите, они пришли уже, эти саженцы с цветами, цветущие. У меня был неописуемый просто восторг. Я крутилась вокруг этих двух пятилитровых, или там они семилитровые, да, по-моему, горшки. Никак не могла оторваться. Меня устраивало все. И цвет, и форма цветка, и аромат. Два оригинальных саженца розы Спириту Фридом. Это просто была моя мечта. В сезон 2020 года роза набирала силу, мощь. Она еще пока, ну, скажем так, не очень хорошо цвела. Она показала несколько красивых цветочков. Опять же, для меня это был просто восторг. Я высадила эти два саженца рядом с розой Зефери. Там вокруг и другие розы тоже. С другой стороны роза Нью Дон. И когда она зацвела, вот эти первые несколько цветочков, я просто млела. И сейчас даже я хочу сказать, что это действительно одна из любимейших моих роз. Правда, она не совсем для нашего южного климата хороша. Но, тем не менее, нам приходится довольствоваться уже тем, что есть. Вот в сезон 2021 года уже к этой розе я подсадила клематис варшавской Найк. И мне очень понравилось это цветовое сочетание. У нас перед первой волной цветения в этом сезоне 2021 года было пасмурно, дождички. И английские розы прям хорошо себя показали. Мы хоть увидели их в настоящем шике, в настоящем блеске. И я все крутилась около этой розочки. И даже вот маленький бутончик у меня вызывал вот просто дикий восторг. Я все время бежала, чтобы посмотреть, насколько этот бутончик еще раскрылся, а потом насколько еще раскрылся. В общем, роза, конечно, достойная. Особенно она хороша для северных регионов. Там она просто великолепно и пышно цветет. У нас в нашу жару, где-то с середины лета, вот уже начинается пекло. Конечно, она не выдерживает этого, как и, в общем-то, большинство остинок. И цветочки у нее очень быстро спекаются, облетают. Где-то, ну, буквально день, максимум два и все. Да даже не два. Вот она утром может показать свой цветочек, а к вечеру уже все, цветочка нет. Он уже как высушенный гербарий. Вот вокруг этой розы у меня растут розы таких сортов, как зефери, динки. И вот в тот период, когда в первую волну это все начинает зацветать, любование, просто вот любование, сплошное любование. Еще с другой стороны, когда зацветает нью-доун, она чуть выше и как бы получается, что своими побегами, веточками наклоняется к розе Spirit of Freedom. И они как бы соединяются между собой. Мне очень нравится это цветовое сочетание. Куст, конечно, мощный у этой розы. Она хорошо нарастает. Но я посадила ее в таком месте, где мне не нужен огромный-огромный куст. А еще их две рядом высадила. Конечно, мне приходится как-то сдерживать ее рост обрезкой. Цветки красивые, куст крепкий, куст здоровый. Он практически ничем у меня и не болел за вот эти несколько сезонов. Дождей она особо не боится, но если это не сильные ливни, вот подряд-подряд. Потому что иначе будто он окукливается и уже все, он не распускается. Цветки настолько крупные, большие и тяжелые, такие вот сильно густомахровые, что побег он не выдерживает. И понятно, что цветочек он в наклоненном таком состоянии. Мне очень нравится этот сорт. Несмотря на то, что пока за вот эти два года, два сезона, не могу сказать, что она у меня прям сильно уж обильно цвела. Хотя в этом сезоне, конечно, гораздо было лучше. И больше цветочков я увидела. Но все равно, все равно она создает в саду такую особенную атмосферу. Какой-то нежности, какого-то тепла, какого-то уюта. Вот эти вот нежно-бледно-розово-сиреневые оттенки. Она такая с переливами вся. Ну, просто великолепно она смотрится. И на фоне клематиса, такого темного, густого, насыщенного цвета, варшавская Nike, она особенно выразительна. Я даже не знаю, рекомендовать ли эту розу для южных регионов. Вот правда. Каждый пусть выбирает сам для себя. Да, в нашу жару, в наше пекло, с середины лета, которое начинается это пекло, и температура доходит и до 45, и даже более. Конечно, ну, ни одна роза такого не выдержит. У меня сад, начиная со второй половины лета, в пекло, он, ну, практически единичные цветочки. И розы отказываются цвести, особенно остинки, они отказываются цвести в такую жару. И мы видим в основном первую волну цветения, и потом уже дальше третью, это где-то ближе к осени, когда жара спадает, и розы потихонечку приходят в себя. Поэтому в южных регионах, если высаживать эту розу, вот она у меня на полном солнце весь день, конечно, в сильную жару спекаются цветочки. Ну, а если где-то посадить в тень-полутень, ну, совсем в тени, конечно, ни одна роза расти не будет, но в полутень, ну, может быть, попробуйте. Я во многих северных садах видел эту розу, я влюблена в нее, и пусть даже она не так обильна в моем южном саду сейчас, пока показывает себя и цветет, я все равно очень рада тому, что у меня есть этот изумительный, красивейший сорт. Каждый, конечно, делает выбор сам для себя, иметь эту розу в саду или нет. Бесспорно одно, что эта роза – это просто шедевр. Одна из красивейших роз. Одна из красивейших, но жару она не выдерживает. Висят огромные помпоны, которые, ну, просто даже не успевают распускаться и засыхают. Вот такими же шариками они засохшие висят. Хотя сам куст развивается хорошо, она довольно-таки быстро наросла, и каждый раз она выдает мне к осени, где-то вот в августе, к сентябрю, длиннющие-длиннющие побеги. Конечно, несомненно, что у нее множество достоинств. Одна из самых действительно выдающихся и интересных роз. Мне, конечно, хотелось бы более обильного цветения от нее дождаться, но все может быть. Посмотрим, как она на третий сезон покажет себя в моем жарком южном саду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова